С Илюхой и Эксайлом общались. Ему хочется изменить образ. Ну, в плане одежды. Он не сможет ходить без аниме. Шмота, я уверен, он не сможет. Но ему для того, чтобы выглядеть норм, ему нужно избавиться от всех шмоток Никифилини. Извините, я ничего против не имею, я просто говорю по-своему. Это лично мое мнение. Я не считаю свое мнение выше чего-то мнения, но поскольку Илья Эксайл мой друг, я ему могу транслировать свое мнение, свое видение. Для меня Никифилини не суп... ну, не... как сказать? Я не кайфую с худаков с аниме, из футболок аниме. Ну, не знаю, ну, не мое. Ему нужно начать что-то другое доскать, какое-то базовое, не знаю. Говорю, реконс ему не нужны и так далее. Как минимум, просто, типа, какие-то базовые, там, условно, мехары, какие-нибудь джинсы классические, такого свободного кроя джинсики, ремешок какой-нибудь, нормальные футболочки, нормальные худоки. Но я ничего против анимешников не имею, реально. И это говорит ковбой. Брат, я настолько преисполнился в этом, что мне просто поебать, что носить, чтобы ты понимал. Мне нравится быть грязным. Не в плане, чтобы от меня воняло, я всегда чистый, от меня вкусно пахнет. Понял? Грязненькие джинсики протертые, мне это нравится. Какой-нибудь Кархарт, поняли, поюзанный. Вот у меня Рики, они грязные, и я их не мою, не чищу, только потому, что мне нравится, как они выглядят грязные, а не чистые. Вот, блядь, я вайблю вот с этого. Вот я вайблю вот с этого, вы видите вот эту грязь на них? Не знаю, мне просто нравится грязный стиль. Я не бомж, я дёрти. Ну это же мой выбор, чего вы осуждаете? Отшельник, ну такой вайбик, блядь, ну мне нравится. Мусорный массив гэньк. Я вайблю купил себе рубашку, которая просто, посмотрите, она, блядь, такая, не знаю, поёбанная. Ну гляньте на неё, блядь, посмотрите на неё. Блядь, убитая, но мне так нравится, просто п***ц. Секонд-хенд вайб однозначно. Секонд-хенд это такой, это такой плюс вайб. Не какой-то бичёвый секонд-хенд, да? А именно где можно найти какие-то винтажные шмотки. Это вообще, это, это охуительно. Ну ты тоже, знаешь, не новенький, поношный уже такой. Да я вообще, блядь, поюзанный. Я поюзанный жизнью. Я бедал, ну вот, я вам так хочу сказать. Я просто бедолага. И самое главное это признать. Я признаю то, что я бедолага, я вообще не сцежусь этого. Я настоящий бедолага. Привык за всеми донашивать, вот и носит юз вещи. Да. Ладно. Что думаешь, Костя слил 356 тысяч долларов? Это сколько в рублях? Больше 20 лямов? Когда он слил? Сегодня? Блядь. Костя Лудоман. Что мне сказать? Обидно, пиздец. Очень большие бабки. Лучше бы мне отдал. Ха-ха. Ну, блядь, я не знаю, что сказать. Для меня это деньги, которых, блядь, которые я не нюхал ни разу в жизни, такие деньги. Блядь, пизданутый мечтаю иметь 6 мультов свободных, чтобы купить себе машину, от которой буду кайфовать. К сожалению, пока такого нет. Но и не то, чтобы я копил. И вот только сейчас появилась цель, и я очень надеюсь, что... Блядь, даже когда есть цель, сука, всегда... В моменте все идет не так, как ты хочешь, все идет по пизде, и все планы рушатся. И ты из-за этой хуйни расстраиваешься. Как будто нужно жить так, как вот идет-идет, но при этом делать все для того, чтобы было, но не рассчитывать ни на что. А просто вот делать и делать, и оно в самом приходит, когда ты делаешь. В январе-феврале я был уверен, что я куплю себе на день рождения тачку. Потом случились некоторые у меня события финансовые, очень хуйные. Я понял то, что хуй я себе что куплю. Но он не контролирует эти ситуации с Луткой. Когда он супер лудоманит, он вообще не контролирует, потому что... Такие суммы проебать, это просто пиздец. Это очень страшная хуйня. Я боюсь то, что это, блядь... Лишь бы это не последние деньги его были. Это называется карма, нет. Карма это то, что тебя ждет в следующей жизни. Если говорить, что такое карма. Потому что многие этого не понимают. Думаю, что они там что-то нахулиганили, и потом у них сейчас что-то прилетит карма. Карма это следующая жизнь. Это то, что вот как ты себя вел в этой жизни. Следующая твоя жизнь тебе вот карма типа вернет в следующей жизни. Многие вообще не знали этой хуйни. Какая нахуй карма? Ну это все такой, поняли, сдерживающий фактор для того, чтобы ты был нормальным человеком. И никому плохо не делал. Но все это так размыто, что... Надо как будто просто быть, даже если ты не веришь. Вот условно, я атеист, но... Но типа я не какой-то еблан, который делает вред обществу. Кореш поменялся, пиздец. Ну... А что, люди со временем не меняются или что? Это же нормально, жизнь идет. Года идут. Ты меняешься, ты растешь. Я не залетал в стримерство, когда мне было 30 лет. Когда ты уже стабильный, ты понимаешь, что тебе нужно и так далее. Я залетел пиздюком, который нихуя покупает. И жизнь меняется, жизнь идет. Это абсолютно нормально, блять. Как-то в негативном ключе говорить о том, что человек поменялся, ну, блять. Ну, ебаный урод. Это человеческая жизнь. Чернобыль от HBO, кто не смотрел, просто пизданутиший сериал. Я сейчас посоветовал папе. Кинул ему в ТГ все серии. Уверен, что им понравится очень сильно. Еще с папой по поводу Чернобыля поговорил, потому что для меня это безумно интересно. Мне очень нравится смотреть все, что связано с Чернобылем. И очень сильно такая же хуйня у меня с Титаником. Я не знаю, почему прям, я посмотрел все документалки про Титаник. И точно то же самое, все документалки про Чернобыль. Все посмотрел, все посмотрел. Для меня это очень интересно. У меня отец 60-го года рождения. И вот пару дней назад, когда я к ним приезжал, мы ходили гуляли. И я у отца еще спросил, как это вот ощущалось. Была ли у вас информация и так далее. Как вы узнали о, типа, катастрофе в Чернобыле и так далее. Он же жил в это время. Ему сколько было? В 86-м... В каком году? В 86-м году произошло, да? Это ему было 26 лет. Ну, нихуя себе. Он говорил, что никто ничего не знал. Только спустя время люди начали узнавать и так далее. Ну, короче, как, в принципе, так и... Ну, типа, работало КГБ, понимаете, все дела. Нужно было все это засекретить и так далее. И когда уже другие страны зафиксировали радиацию, что это невозможно было не зафиксировать. Тогда уже пришлось сказать. Ты тяжелее мышки и ничего в жизни не поднимал. А если тебе придется работать, то ты подохнешь. Спасибо за твой комментарий. Иди работай. Заводы стоят, одни гитаристы в стране. Давай работай, нахуй ты в чате сидишь. Привет. Ясное дело, что ты поменялся. Вспомнить хотя бы то, что теперь с зеркалом не разговариваешь. Точка и да, лешек, тречок ошейник никогда не выйдет или как? Покажи тот снипет ошейника. Каждый день я слышу твой запад, но на кровати как сахар. Ты нежная, как одеяло, я бы укрылся. Нам не нужно больше одной суки, это принцип. Мне нужно больше одной суки, это принцип. Но твои глаза не могу забыть. Ой, тоже что-то очень старое, обязательно. Это вот, это еще до глаза, это до глаз не врут, чтобы вы понимали. Субтитры сделал DimaTorzok Кажется в жизни новый маршрут, так комнаты про... Какой кренделечек. На моей шее ошейник, он так мешает, да решает. Мне уже похуй на деньги, если хочешь потратить. Это такие, это самые-самые, почти первые работы. Ошейник вообще охуенно дропы. Не дропы никогда нахуй. Так я и не собирался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok